Чем голосовая открытка отличается от музыкальной? Открытки, которых сейчас в сети очень много. Голосовая открытка, мы пишем ее лично, персонально кому-то, пишем сначала текст, записываем аудио, вплоть до того, что мы произносим имя этого человека. И таким образом, когда человек это слушает, совмещенное с какой-то открыткой, картинкой имеется в виду, с музыкой, это поздравление, то оно производит на него эффект по двум каналам, как минимум, аудиальному и визуальному каналу. Более того, он чувствует ваши отношения, в голосе звучит душевность, любовь, проникновенные слова. Это именно то воздействие, которое максимально приближается к воздействию вживую. И поэтому ни одна музыкальная открытка, которая делается для использования тысячами людей, она такого воздействия, конечно же, не имеет. Я думаю, что вы знаете, кто я такая. По образованию актриса профессиональная, действительно работала на радио, и действительно 15 лет уже занимаюсь режиссерской и педагогической деятельностью. И, конечно же, поскольку у меня есть свои ресурсы в сети, то время от времени своим подписчикам, своим друзьям, людям, бывшим одноклассникам, которые у меня разбросаны в разных городах и весях, и мы в основном через интернет общаемся, мне, конечно же, есть необходимость то с днем рождения поздравить, то с каким-то праздником. Но моя-то основная тема – это голос и речь. Поэтому, соответственно, я делаю какие-то ролики, делаю голосовые открытки, и поэтому решила поделить тем, как я это делаю. Итак, мы с вами определились, кого будем поздравлять, да? Теперь, значит, нам нужно, обратите внимание, третий пункт – избегаем заштампованных выражений. Так вот, мы с вами обратимся не так, как обычно, дорогой или милый, да? А мы обратимся как-то так вот, очень-очень душевно и очень-очень не так, как обычно. Ну вот, например, я написала так. Мой самый-самый родной мужчина. Вы можете написать, соответственно, я написала любимый, дорогой, единственный. Либо, например, в применении к сыну написать «Мой любимый, единственный, ни с кем не сравнимый человечек». Лучше всего начать со слова «мой». Самый младший мужчина в семье. Вы видите, я в скобочках пишу всякие вариации, да? Ну и дальше можно один в один. Вот и наступил праздник, когда ты, ну я написала морально готов, а можно просто готов выслушать, или тебе будет приятный шекст. Все те хорошие, а можно сказать, все те заметили, или все те прекрасные слова, которые в будни кажутся высокопарными, но которые так хочется услышать и просто необходимо говорить. Если вам этот вариант нравится, то измените его под себя и можете его использовать. Если вы скопировали и уже как бы определились, вот мы с вами один момент как бы не сможем сделать в точности прямо сейчас на мастер-классе, это, собственно, записать аудио, понимаете, да? То есть для этого нужна тишина и нужно несколько подходов, то есть несколько дублей. Поэтому надо выставить, настроить микрофон. Поэтому этот момент как бы, он самый важный, можно сказать, он самый основополагающий, но вот именно его мы на мастер-классе сделать не сможем с вами. И дальше я продолжаю так. Нам для нашего поздравления впадать. Вы думаете, сколько слов нам нужно? Вот я вам скажу, от 50 до 100 слов это хорошо. Больше 100 слов уже нежелательно. Почему я всем, в принципе, говорила раньше, что 100 проникновенных слов могут человека сделать счастливым. Просто это будет самый такой необычный, самый оригинальный, я бы сказала, может быть, самый душевный подарок для человека. Дальше. Дальше я предлагаю написать так. Вернее, не написать, а сказать. Это не важно. Главное, как сказать. И сегодня я не покривлю душой, если скажу, что ты мой... Вот и дальше слово надо выбрать под себя. Дорогой или мой родной, мой любимый. Всегда кажешься лучше. И дальше, опять же, можно выбрать другое слово, которое подходит в вашем случае. Умнее, красноречивее, серьезнее, добрее. То, что к этому человеку относится конкретно. Других мужчин. Или в отношении, например, к сыну, других парней или других ребят. Когда мы оказываемся в компании, коллективе. Или когда я вижу тебя в компании с другими молодыми людьми. И я всегда восхищаюсь ей. И дальше вспомните, чем же вы действительно восхищаетесь. Настойчивостью, увлеченностью, чувством юмора. И поэтому в день праздника хочу тебе пожелать приобрести то, о чем ты давно мечтаешь, и сохранить то, что ты имеешь. И вот это был как бы мой последний абзац. Вот теперь я думаю, что имея вот такой вот шаблон, вы как минимум сможете его быстрее отредактировать. Кроме того, вы посмотрите еще стихотворение по тем сайтам, которые я вам предложила. Можно как бы, соответственно, варьировать вот эти вот слова в зависимости от личности. Но обязательно в самом начале, да. Я, естественно, не назвала, какой именно мужчина. Но обязательно используйте имя. Вы же знаете, насколько важно для человека его имя. Поэтому каждому человеку будет приятно, что это сделано лично для него. Это будет для него очень много значить. Значит, обратите внимание, что нужно отказаться в тексте от частиц «не», если вы будете этот текст трансформировать каким-то образом. То есть желательно исключить частицу «не» из нашего текста. «Написать максимально от души». Да, вот это вы знаете. Вот прекрасно. Я написала, что позитив, достоинство и доставить человеку удовольствие. То есть если вы конкретно записываете это на диктофон, то прекрасно, это один из вариантов. Но вот можно сделать аудиозапись онлайн. Так, и пойдем дальше. Что касается фоновой музыки. Это очень важный момент. Вот три ресурса, где можно выбрать музыку. Что касается фоновой музыки, то у нее очень важный момент, чтобы она была без слов. Запрось фоновая музыка или инструментальная музыка. И вам выскочит много вариантов. И можно будет выбрать какой-то из них. Очень часто люди берут, ну скажем так, опять же, очень избитые. Ну да, они хорошие мелодии. Потому что, ну да, они все нравятся, эти мелодии. Да, они на слуху. Но именно это в данном случае плохо. Лучше взять не первую, которую знают все, и которая растиражированная. Лучше взять десятую. Она не будет настолько известная, настолько шлягерная. Потому что все-таки это такое личное поздравление. И, ну вот, если взять то, что лежит на поверхности, это означает что? Что, ну человек не уделил этому времени. Вот взял первую попавшуюся и все. И еще, не берите сильно грустную, если честно. Все-таки это праздник. Поэтому уж совсем такую медленную, типа лунная соната, в которой чувствуется прямо аж тоска какая-то, лучше не брать. Лучше взять какую-то чуть-чуть поживее музыку, чтобы она была в начале и чтобы она была в конце. И вы, соответственно, в соответствии с этой музыкой, вы когда начнете писать, делать аудио свое, вы перед тем, как делать аудио, эту музыку, которую вы выбрали, послушайте. Она даст вам эдакий импульс, да? Такой темпоритм определенный настроит вас на определенную волну, чтобы ваш голос, поздравление голосовое и музыкальное сопровождение были как единственное целое, чтобы они были в гармонии. Вот. И потом, значит, вот это все совместить. Если уже мы сейчас с вами аудиальный ряд определились с ним, что мы делаем, да? Как мы пишем, голос записываем, как мы вклиниваем его в музыкальное обрамление, скажем так, да? Ну, и теперь скажите мне, когда вы делали свою последнюю аудиозапись? Насколько хорошо это у вас получилось сделать? И понравился ли вам свой голос? Свой голос слышала очень давно, мне он не нравится. Обязательно сделать не меньше трех дублей. Первый дубль, когда сделаете, обязательно послушайте, посмотрите вот на слайд, кто вам в нем не нравится. Первое. Звучит монотонно. Получилось тихо и невыразительно. Голос оси похрип прокашливаться. Либо вы съели пару окончаний, не смогли проговорить слово. Вот, если вдруг вы услышите эти свои недостатки, так вот, если вы их услышите и захотите исправить, то, конечно же, я вас приглашаю на свои ресурсы, в котором есть понемножку обо всем. И о голосе, и о речи, и о дикции, и об интонационно-логическом анализе. Все упражнения есть в видеоиллюстрации. Как делать правильно. Ну и, соответственно, упражнения подобраны самые эффективные. Вот. И подтянуть свою дикцию, подтянуть свою речь, подтянуть звучание своего голоса. Это все реально. Что приятно, это совершенно не зависит от возраста. И дальше есть же еще и визуальное воздействие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok